Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о нашей коллекции рогов в фонде остеологии Государственного Дарвинского музея. Рога люди собирают очень давно, потому что рога это были трофеи охоты. Они известны еще с каменного века. Но, наверное, основная масса трофеев известна веке с 17-го. И пришла она к нам в Россию, мода на эти трофеи, из Западной Европы. За моей спиной вы можете увидеть самую интересную часть нашей коллекции. Это так называемые трофеи царской охоты из Беловежской пущи. Это трофеи не одной охоты, а нескольких охот, которые продолжались с конца 19-го века до начала 20-го, каждые три года. Обратите внимание, прямо по центру вы можете увидеть трофейные рога лося с вензелем Н2 и короной над этим вензелем. Это трофей, который был добыт лично императором Николаем II, последним императором Российской империи. По бокам от него два трофея зубра. На одном вы тоже можете увидеть вензель Николая II, на другом интересная аббревиатура ЕИВВК. И дальше идёт имя-отчество Михаил Александрович. Аббревиатура расшифровывается так. Его императорское высочество – Великий князь. То есть это трофей дяди Николая II. Чуть выше вы можете увидеть небольшие рожки. Это трофеи косули европейской. На них мы можем увидеть и вензель Николая II, но, пожалуй, наиболее интересный трофей – вот он. Это трофей, подписанный греческим принцем Николаем. Чем он интересен? Очень много зарубежных гостей было на этих охотах в Беловежской пуще, но все они забирали свои трофеи с собой и увозили в свои имения – замки и дворцы. Почему греческий принц Николай оставил свой трофей, мы не знаем. Тем не менее, это единственный трофей зарубежной кранованной особы, которая находится в этой коллекции. Чуть выше мы можем увидеть огромные ветвистые рога. Это рога благородного оленя. Часть из них добыты тоже Николаем II, а некоторые добыты графом Велепольским, к примеру, князем Орловым и князем Шереметьевым. То есть, все это известные личности Российской империи. Обратите внимание на эти рога зубра. Они представляют не только исторический интерес, потому что связан непосредственно с личностью последнего российского императора, но также и научный интерес. Дело в том, что многие наверняка знают, что в свое время, в 20-е годы XX века, зубр в природе был полностью уничтожен. Последний заповедник зубров фактически находился в Беловежской пуще. И как раз царские охоты, где можно было охотиться только кранованным особом Российской империи и приглашенным, позволяли сохранить зубра. После того, как царская власть рухнула, зубр был весь перебит и банально съеден местными жителями. Однако мировая общественность решила сохранить зубра и восстановить его из тех особей, которые находились в зоопарках мира. Зубр сейчас восстановлен. Тем не менее, не совсем понятно, изменилась ли генетика зубра или нет. Этот вопрос очень интересовал польских ученых. Буквально три года назад они обратились к нам с просьбой поработать с этой нашей коллекцией охотничьих трофеев. Потому что она оказалась единственным местом, где можно было получить достаточное количество генетического материала для своих исследований. Почему? Ведь достаточно много скелетов зубров, чучел зубров, добытых в Беловежской пуще, хранятся в различных музеях и университетах мира. Ещё со времён императрицы Екатерины II было разрешено стрелять зубров для зарубежных университетов. Но оказывается, все кости, то есть все скелеты, они обработаны вначале в процессе выворки, а потом в процессе выщелачивания, чтобы избавиться от жира так, что генетические цепочки в них порваны. И получить из них достаточную информацию невозможно. Также невозможно получить нужную генетическую информацию из чучел, потому что раньше при изготовлении чучел шкуру обязательно обрабатывали мышьяком от вредителей. А мышьяк также влияет на генетические цепочки, разрушая их. Откуда же можно взять необходимый материал? Оказывается, его можно получить из роговых чехлов зубра. Потому что когда готовят трофей, роговые чехлы предварительно снимают, потому что иначе бы они просто разварились и превратились в обычный клей копытный, так называемый. Роговой чехол снимается, череп обрабатывается и после этого на готовый трофей надевается обратно. Таким образом он не подвергается никакому термическому или химическому воздействию. Когда к нам приехали польские коллеги, мы аккуратно демонтировали роговые чехлы. Они брали соскобы изнутри рога, чтобы не повредить внешнюю часть, чтобы могли демонстрировать на выставках наши экспонаты. И после этого они провели генетический анализ, результатом которого явилась статья научная, доказавшая, что генетика зубры всё-таки за последние 100 лет несколько изменилась. Кроме зубра, лося, европейской косули и благородного оленя, о которых я уже говорил, трофеями царской охоты в Беловежской пуще часто становилась лань. Вот перед вами сейчас рога лани. Очень многие считают, что лань – грациозное существо, у которого рогов нет. Но это на самом деле так, если относится к самке лани. А самец лани имеет вот такие роскошные рога, которые чем-то напоминают смесь рогов оленя и лося. От оленя получаются вот эти вот отростки острые, а от лося широкая лопата, но только развернута она не горизонтально, а поднимается вверх, как у оленя. Этот трофей, обратите внимание, добыт Николаем II, и добыт он в Беловежской пуще в первом Гайновском имении в 1912 году. Прошу обратить ваше внимание на вот этот вот экспонат. Пожалуй, это самые роскошные рога в нашей коллекции. И с ними связана одна загадочная история. О ней мы расскажем в нашем следующем сюжете. Благодарю вас за внимание и прошу подписаться на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok